всем добра дорогие братья и сестры привет из города севастополя недавно вспомнил одну историю как мы с ребятами сплавлялись по реке глубокой тайге и вода была очень чистая прозрачная и видно было дно видно было рыбок видно было всякие растения и один товарищ нечаянно взял веслом задел дно наверное и вода вся стала мутная и вся красота испарилась и нам вновь хотелось созерцать красоту этой речки созерцать это дно видеть рыбу ты я думаю что в нашем сердце тоже надо давать богу производить работу господь нам дал новое сердце способное любить но в течение дня приходят всякие ситуации и ветки человек начинает брать свое обиды гнев раздражение распри все это мутит потоки чистой воды нашего сердца и очень важно отфильтровывать есть фильтры для воды чтобы вода была чистая и нам очень важно каждый день отфильтровывать всю грязь которая прилипает к нам в течение дня вот чтобы отфильтровать эти мелкие обиды которые могут накопиться и загрязнить чистые потоки нашего сердца и и 3423 говорится больше всего хранимого храни сердце твое потому что из него источники жизни хранить это значит действовать это стоять на страже своих мыслей и своего сердца и прощение друзья это действительно фильтр который очищает сердце от боли и гнева он снова делает воды чистыми ефесянам 4 32 но будьте друг ко другу добры сострадательны прощайте друг друга как и бог во христе простил вас ами то есть когда мы на молитве мы говорим прости нам долги наши или грехи как и мы прощаем должникам наш давайте будем учиться прощать учиться доверять богу чтобы господь очищал нас изнутри вот и мы понесем благословение людям которые нас окружают потоки чистой любви ами